ОМТВ ЮЭЙ ПРО ГОЛОВНЕ Магия от Вооруженных сил Украины. 5 декабря 2023 года большой десантный корабль Черноморского флота РФ «Новочеркасск» находится в порту Феодосии. 26 декабря – день противовоздушной обороны Российской Федерации. Корабль «Новочеркасск» перешел в разряд подводных лодок. На судне находились 77 моряков. По последним данным, 33 из них числятся пропавшими без вести, 19 ранены. Также российские источники сообщают, что на БДК были не шахеды, а калибры и корректируемые авиационные бомбы КАБ-500, которыми расисты собирались обстреливать защитников Украины на левом берегу Днепра в Крынках. Утверждается, что помимо этого на борту «Новочеркасска» было 4400 артиллерийских боеприпасов и 280 ракет для БМ-21 «Град». На фото кучка обгоревшего металла, оставшаяся от большого десантного корабля. То же самое будет с остальными суднами РФ, которые попытаются швартоваться к берегам украинского Крыма. Что-то подобное киевский режим замыслил и на этот раз. Не исключается организация очередной антироссийской провокации с использованием отравляющих веществ западного производства, чтобы затем инициировать в структурах организации объединенных наций и мировых СМИ новую кампанию по обвинению нашей страны в якобы преднамеренном использовании химического оружия. Тема раскручена была. Но уже все, уже посыпалась вся эта история. Штукатурка давно слезла. Сейчас начинает проявляться истинная вот эта вот морда. Морда. Миссия Украины – убить как можно больше русских. Я не рад, что наш программ все равно там не показывают. Все равно ее смотрят. Да ну и не прекращают. Российская Минобороны подтвердила повреждение десантного судна и удачный авиаудар со стороны ВСУ, о чем Сергей Шойгу доложил Путину. В сеть попало фото, на котором видны последствия атаки. В украинских войсках при этом подтвердили успешный пуск ракет. Подробности останутся в тени, соответственно. А то, что произошло, вы прекрасно видели без подробностей. Был огромный взрыв. То, что осталось сейчас от корабля, можно увидеть уже, есть фотографии. Там один скелет фактически остался, поэтому, естественно, это уже просто груда обломков металла. То, что был взрыв боекомплекта, тоже уже очевидно. То есть были какие-то боеприпасы, которые оккупанты планировали доставлять или переправлять на другое направление. Возможно, действительно перевозилось какое-то количество тех же шахедов, которые могли запускаться с мыса Чауда, с Пильбека или с других направлений на юге Крыма. 26 декабря в российской армии отмечают день войсковой ПВО. Уничтожение боевого корабля стало неприятным подарком от ВСУ. Ведь, по словам экспертов, налицо большой прокол противовоздушной обороны. Она не смогла перехватить запущенные с воздуха ракеты. Это мог быть полученный от Франции скальп с дальностью свыше 250 километров. Судя по тому, что пуски, скорее всего, совершались с территории Николаевской области, район населенного пункта Снегиревка, и с учетом тактико-технических характеристик этих ракет, то, скорее всего, именно этот тип ракет был исполнен. Возможно, что идет речь про «Штронс Шэдоу», это аналоги от британских производителей такого типа ракет. Вначале шла боевая работа по ключевым элементам системы противовоздушной обороны, чтобы частично ее погасить на территорию временно оккупированного Крыма. Но затем был нанесен авиационный удар средствами ракетного поражения, подредственной оплатой цели, которая была приоритетной. Хотя сейчас у которой «Черного» и «Азовского морей» нет ни единого корабля российского «Черноморского флота», который мог бы находиться на боевом дежуре. Большой десантный корабль «Новочеркасск» был построен в конце 80-х на верфи в Гданске, в социалистической Польше, но уже в 90-х попал на консервацию, с которой его вывели в 2007-м. Это большое судно длиной более сотни метров, которое может перевозить до 12 единиц бронетехники и более 300 солдат. Корабли такого же типа высаживали десант во время российского вторжения в Грузию в 2008-м. Думаю, что порядка 75-80 миллионов долларов – достаточная стоимость этого корабля. Относительно небольшие деньги, корабль, правда, старый, но, тем не менее, ключевая его ценность, что его можно было бы противнику использовать для проведения морских десантных операций. Теперь этой единицы нет. Комплект этих кораблей был сосредоточен перед началом полномасштабного российского вторжения еще в январе-феврале 2022 года. В принципе, ордер этих кораблей должен был выполнить миссию повышения морского десанта на побережье Одесской области. В начале 2022-го осуществить десантную операцию в районе Одессы российскому флоту помешал большой шторм, а потом и печальная судьба флагманского крейсера «Москва», подбитого украинскими ракетами «Нептун». В марте 2022-го десантный корабль «Новочеркасск» был поврежден во время удара по порту оккупированного Бердянска. Трое членов экипажа тогда погибли, но само судно уцелело. В отличие от такого же десантного корабля «Саратов». А теперь и «Новочеркасск» разделил его судьбу. 4 февраля в интервью Соловьеву за несколько недель до войны вы сказали, что в случае войны России и Украины все продлится 3-4 дня, цитирую, там некому будет воевать. Был ли, на ваш взгляд, Александр Григорьевич, тот самый план взять Киев за три дня? Ну, это так образно было сказано, там 3-4 дня. Россия единственная страна, которая способна физически уничтожить Запад, даже в случае, если Запад прикинет первыми ядерное нападение на нашу страну. Сегодня мы входим в ту фазу, когда решать будет не экономик, а военная мощь, в том числе и ядерная. Теперь вопрос по ВСУ. Цифры названы 415 танков за время наступления Украины, и вот совсем недавно было уничтожено за два дня еще 31 танк. По разным оценкам, исходно перед началом наступления группировку ВСУ насчитывало около 600 танков. То есть больше 2-3 танков уничтожено. Это очень серьезная вещь. Если так, тогда можно идти на Киев, если у них осталось всего 200 танков? Ну, если говорить так, уничтожено, какую-то часть, может быть, будет восстановлена. Но на Киев, да, мы вполне можем идти. Ну, а тут вопрос интересный и другой. Мы стояли под Киевом, мы могли его взять. В марте прошлого года, мы, как помним, это... И тогда был же с доброй волей. Ну, дела у нашей группировки складывались. Это главное обстоятельство. Мы жилёги взрослые в Киевской и Черниговской области. Так что лучше было идти. Не совсем так. Не совсем. Потому что получили ***. Вот и всё. Координатор Белого дома Кирби заявил, что США в конце декабря объявят новый пакет помощи Украине. Но Евросоюз таки принял очередной 12-й по счёту пакет антироссийских санкций. Вводится запрет на прямой или косвенный импорт, покупку или пересылку российских бриллиантов. Ещё одним товаром, который не будет разрешён к ввозу, является, например, жиженый пропан. Ограниченный импорт российского чугуна. Медные алюминиевые проволоки. Ещё одно фашистское решение приняли норвежские власти. И тоже, видимо, в рамках санкций. В норвежской столице Осло сегодня отказались принять российский самолёт гражданский с умирающим пассажиром на борту. Самой Норвегии уже успели дать развернутый комментарий. Как сообщили в представительстве управления воздушным движением, Норвегия и так согласилась сделать исключение для пролёта по своему воздушному пространству, поскольку речь шла об угрозе жизни человека. А посадка – это уже too much. В общем, чистой воды фашизм. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok